Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, здравствуй. Это я? Ты чего мне сразу про свою уголовку дурацкую не сказала? Я не сказала, потому что это тебе не касается. Да? Да. А теперь мне это несколько месяцев будет касаться. Ирина сейчас в КПЗ. И если мы не выиграем, мэр ее посадит. Мы проиграли. Леша, я беременна. Ура! Ирина Константиновна на свободе, а ты в кресле главы департамента спорта. А волейбол? Я готова предложить вам перейти на профессиональный уровень и попробовать свои силы в молодежной лиге. Да чего тут думать-то надо? Согласна! Только одно условие, а дальше свой путь команда будет продолжать без Ковалева. Я надеюсь, вы отказались, да? Такой шанс раз в жизни выпадает. Кое-чему я вас все-таки научил. АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Извините, вы как? Ну, всяко лучше, чем твоя подача. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стой, Саван, стой! Отдай еду, гадюка! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я для тебя полы, мыло. Я разрушился. Да у тебя ноги грязнее обуви. Мы с Петей идем на игру к девочкам. Не хочешь свой досуг разнообразить? Помыться, например, с дочерью повидаться? Не могу сегодня. Дела у меня на следующую схожу. А это последняя игра сезона. Сарям. Миш, а долго будет продолжаться этот марафон жалости к себе? У тебя что, вообще никаких желаний нет, кроме как вот тут валяться и напиваться? Почему? Есть? Да? Какое? Чтоб Жданова сдохла. Сегодня специально. Спрошу у нее на игре, как ее здоровье. Чтоб понял, долго ли ждать. Сегодня на игре Жданова будет. В комнате у себя уберись. Или хотя бы проветри. Пахнет, как будто сдох кто-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит... Да. Сезон заканчивается. Сегодня ваша последняя игра. Ну, она в смысле не прям последняя, в этом сезоне. Вот. Ну, короче, она важная. Я не могу за вас это сделать, потому что я ваш тренер. Леля тоже не может. Она весь сезон не играла. Вот. Так что нам нужно с вами собраться. И сразу уйти? Да. В смысле, конечно, нет. Ну, в общем, это... Это игра решающая. Либо мы выиграем и не вылетим из лиги, либо мы проиграем и вылетим из лиги. Так что нам с вами! Нам с вами нужно выиграть! Кажется, это она от вашей мотивирующей речи, так. Сейчас. Вот. Вот. Серьезно, вы сейчас нам будете рассказывать про прутики, которые вместе не сломать? СМЕХ В общем, Леша хочет сказать, чтобы вы сейчас вышли на площадку и всех порвали. Да. Вот так вот. Ну, вот так вот. Короче, выходите и делайте их. Поняли? Давайте. Давайте, давайте. Лигу! Поздравляю команду Лира с заслуженным чемпионством. Команде НЧПИ повезло чуть меньше. Девочки заняли последнее место в таблице и покидают лигу. Но предлагаю все равно их поддержать, потому что играли они достойно. Девочки, не расстраивайтесь. Уверена, в будущем вам повезет больше. Только ты, гадина, этого уже не увидишь! Сегодня в Новочепецке было совершено покушение на президента Всероссийской Федерации Волейбола. У него глаза прям бешеные были. Как у зверя. Накинулся на женщину и стал дышить. Эта тварь людям карьера ломает! Ее арестовать надо! Нападавшим оказался известный в прошлом волейбольный тренер Михаил Ковалев. После скандального увольнения с Динамо он возглавил женскую команду из местного университета. Раньше мы за ним такого не замечали. Он кричал, конечно, но чтобы драться или бить кого-то, такого не было. Да-да-да, конечно. Ай! А еще! Я криворухий! Однако, несмотря на спортивные достижения, запуганная тренером-тираном команда была рада, когда Ковалев подался в чиновники. Короче, денег на все спортивные мероприятия нет, поэтому финансирование получит тот, кто первый добежит до кулера. Я серьезно. На старт, внимание, марш! Но и там он не задержался надолго и после серии скандалов был уволен. Была и унизительная попытка вернуться в большой спорт. И лучшим тренером сезона становится Константин Сафаров! Подожди! Погоди! Да погоди! Иди посиди со своим призом! Присядь! А как же лучший тренер последних пяти сезонов? Заскучились? Я правда вернулся и ищу команду. Че, никто? После этого происшествия Ковалев окончательно пропал с радаров и последние полгода о нем ничего не было слышно. Комментарий у родственников получить не удалось, впрочем, как и у сожительницы Михаила, которая бесследно исчезла несколько месяцев назад. Сейчас следствие разбирается с мотивами совершенного преступления. Что ждет дальше новочепецкого душителя, решит суд. Вот такой закономерный и печальный финал карьеры тренера неудачника. Вероник, мне очень стыдно, заслучившись. Угу. Если сейчас начнется душипательная история о том, что Миша не такой, он оступился, я вас попрошу уйти. Валентина Павловна, вот если бы он меня тогда все-таки задушил, вы бы сейчас помогали ему тело мое закапывать? Нет, конечно. Думаю, сжечь был бы надежней. Надеюсь, тюрьма ему на пользу пойдет. И вы хоть от его выходок передохнете. Заманчивое предложение. Ну, я думаю, возвращение в волейбол ему бы больше помогло. Забери заявление, а я с ним сама разберусь. Давайте так. Ваша просьба в обмен на мою. Я несколько раз вас просила возглавить федерацию пляжного волейбола, а вы отказывались. Вероник, я не смогу. Я Пете пообещала в этом году на пенсию уйти. Нет, нет, нет. Я не настаиваю. Вы сами решайте. Или счастливая старость, или сын на свободе. Хорошо. Но не удивляйся, если следующим, кто захочет тебя задушить, будет мой муж. Девочки, ну давайте не будем, а? Ну мы после каждого сезона собираемся из волейбола уходить. Потом передумываем. Да, только мы не в каждом сезоне со свистом из лиги вылетаем. Так что в этот раз точно не совсем. Короче, мы извиняемся друг перед другом, ну, чтобы разойтись без обид. А потом сжигаем форму, чтобы уж наверняка не передумать. Девочки, простите меня, пожалуйста, что я вечно недовольная. Это у меня от папы. Ну, нет, точнее от отцов. У нас с вами самая крутая команда была. Я вас люблю. Девочки, вы тоже простите меня, что я иногда наезжала на вас, согрубила. Ну, вы иногда реально бесите. А ничего, что я ни одной игры в профессиональной лиге не сыграла. Ну, ты еще четверых родишь, и у тебя будет целая команда. Очень сильно. Я кормлю. А можно я форму сжигать не буду? Я ее на память сохраню. На память о чем? Одно яркое событие за весь сезон, как Ковалев Жданов дождь. А может, нам перед ним тоже извиниться? Ну, мы же приняли условия Ждановой. А Ковалев говорил, что без волейбола чокнется. Ну, вот и начокнулся. Слушайте, действительно, давайте мы с ним как-то встретимся, поговорим, поддержим, как бы, да? Давай, Тань, форму бросай. Давай, бросай, бросай, бросай. Давай, бросай, бросай, давай. Окей, 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 держи. Смотри, как я. Ну, мне не за что извиняться. Я идеальная. А ты дезидорант вытащила? Ты чего ее привел, Иваныч? У нас вообще-то в стране пытки запрещены. Так. Ну, какая же лекция меня ждет на этот раз? Позор семьи? Или самый плохой сын? Осуждающее молчание. Тоже неплохой вариант. Только если ты мамоли думаешь, что я буду прощения просить, не буду. А знаю. Ну, а что пришла тогда? Забрать тебя отсюда. Вот думаю, правильно ли я поступаю. Моль, ну, конечно, правильно ты чего, забери меня отсюда. Мне здесь вообще нечего делать. А на свободе что будешь делать? Так это ничего криминального не было. Пить, есть и спать, все, больше ничего не буду. Слушай, а что, Жданов решил заявление забрать, что ли? Ага. А взамен хочет, чтобы ты в волейбол вернулся. Какой? Детский? А, нет, погоди. Дай угадаю. Женский детский, наверное, да? Профессиональный. Нифига себе. Так, если б я раньше знал, что я для этого придушить надо, давно бы это сделал. В профессиональный, женский, пляжный волейбол. Чего? Нужно чемпионат выбрать. Я лучше в тюрьму сяду, мама. Чем этим пляжным отстоем заниматься буду? Это вообще не спорт, это шляпа, мама. Так и скажи ей. Дело твое. Тогда лет через десять увидимся. Маль, ну, что мне делать-то? У меня законных оснований держать ОЗИ здесь нет. Потому что Жданова заявление уже забрала. Ничего не надо делать. Подожди минуту. Чего? Мам! Мам, я согласен. Зовите кто-нибудь мою маму, а? Да, это, конечно, ма, все хорошо, но только где я команду возьму? Есть тут одни талантливые кандидатки, которые вчера из профессиональной лиги вылетели. Да мне пофиг вообще кого тренировать. Лишь бы не этот кружок юных предательниц. Блин, была бы моя воля, я бы тоже всех придушил бы. Но я образно выражаюсь. Первый этап соревнований уже через две недели. Так что искать других у тебя времени нет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чего смотришь, лорюга? на жалость дальше не пройдет тут самая грустная история у меня понял даже ты понимаешь это извращение не волейбол а меня им родная мать заставляет заниматься да тебя твоя на улице бросила морда ладно не обижайся я думаю если бы меня моя тоже бросила сейчас будут как ты на улице бегал бы без ошейника никто тебе не знает никто ничего не требует слышишь может правда сквозануть где меня никто не знает ну ладно 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 заслужил за идею жили привет мы поговорили с девчонками и решили что должны перед тобой извиниться понятно что уже ничего не изменить ну а выдыхайте курица было и было то есть ты на нас совсем не злишься да за что нам разлиться это жданова тварюга а по вам я очень даже скучал но если вас посадят то мы будем к вам ездить а еще вы знаете что вас называют новочепетским душителем да ну что я сам не знаю как это произошло просто как узнал что жданова приедет закипел весь ну вспомнил как она вас у меня увела слушайте ну раз мы все собрались здесь такой компашкой и обид больше ни у кого нет может поможете мне а ну поможем если вы конечно нежданного добить предлагаете мне команда нужна о говорила что мы вернемся а куда сезон же закончился так это в обычном волейболе а пляжный сезон только начинается пляжка не спорт мечта ну сами вообразите солнце море песок купальники купальники конкуренция минимальная да вы с вашими навыками там порвете все вот так вот михао петрович вот я за любой кипиш лишь бы подгузники не меняется попробуем да а давайте конечно ну-ка давайте вот узнаю своих девчонок ну что осталось только взносы оплатить и мы практически чемпионы чё одолжите я просто намели я реально не просил ну просто это последний шанс мне нормальную жизнь вернуться но если это для общего дела для общего дела давайте отлично да ура не вижу повода не отметить да товарищ официант так это вы да это можно с вами сфоткаться девушка сфоткайте пожалуйста помнят помнят ну давай не поверить что к нам в бар на учебецкий душитель приходил пойдем другой бар мне здесь не нравится привет зачем звала будешь отчитывать за поражение может в угол поставишь расслабься у меня для вас предложение продолжить сезон пляжном волейболе так мы вчера с папой это обсудили сегодня первое трение вечером он сам к вам пришел да сказал что очень соскучился и рад что мы снова будем играть вместе быстро сработало а так что не волнуйся мы в деле даже деньги мужа на взносы отдали стоять на какие взносы вот ты где сволочь неблагодарная на только без паники я все продумал смотри я сейчас сажусь на поезд и уезжаю ты делаешь вид что меня не видела все счастливы все вот что мне всегда в тебе нравилось как в тренере так это стратегия и продуманность но видимо ты их с последними мозгами пропил ну я тебя прошу ну тебя же реально лучше станет если меня не будет ма согласно ночью только об этом надо было думать лет сорок назад когда я тебя рожала ты сейчас едешь на тренировку назначил девочкам либо сам либо тебя проводят я тебя прошу не заставляй меня заниматься этой пародией на волейбол не тошнит от этого мама ничего я найду тебе психотерапевта который поможет справиться и с депрессией и с алкоголизмом все за меня решила да ну если сам повзрослеть не можешь значит я тебе помогу вот слушайте ну сори за опоздание говорится что потерялся по дороге вот друзья меня подкинули спасибо а браслетик тоже друзья подарили браслет а ну да чтоб не терялся больше слушайте ну объясняйте вам ничего не буду но у меня были на то свои причины да вот спасибо здесь почти все билет на поезд купил и хот-дог я короче отдам все что раз конфликт исчерпан сегодня тринете уже поздно завтра да начнем отлично перенаправим вашу злость так сказать с меня на волейбол точно у нас тоже есть причины так поступить и объяснять мне ничего не будем еще другую команду как же я по всему этому соскучился слышь мозга права а че надо чтоб ты мне написал что я здоров чтобы ты жаробас вышел отсюда и постучал сначала я уйду и не вернусь я уйду а ты не жди я уйду и не дождусь когда закончатся дожди я уйду и все и Продолжение следует...